Всем привет! Видеть цель и верить в себя это конечно очень важно, но не менее важно это все-таки иметь продуманный план действий. Сегодня поговорим о том, какими могут быть эти планы и как избежать ошибок при их составлении. С вами канал справочное бюро предпринимателя, сейчас все расскажем. Многие подумают, ну что может быть такого сложного в планах? Описали действия, наметили сроки и вперед. В каком-нибудь идеальном мире да, все именно так. А вот в реальном мире планы устаревают еще в момент их составления. В качестве примера расскажем вам две истории. История первая. Одна очень крупная и известная компания решила как-то запустить некий принципиально новый по тем временам продукт. Полный комплекс услуг, быстро, технологично и без всяких очередей. Хорошие идеи на самом деле и как принято составили календарный план. К первому марта открываем три десятка новых офисов. Ну а к пятнадцатому марта запускаем масштабную рекламную кампанию по всему городу. Программу утвердили, выделили бюджет и приступили к исполнению. Но так уж получилось, а вы поверьте, всегда так получается. Что-то пошло не совсем так, как ожидалось. И ни подразделение, которое обучало персонал, ни отдел, который занимался поиском офисов, не справились с поставленной задачей вовремя. И только отдел рекламы оказался на высоте. Точно по плану, к пятнадцатому марта. Город украсился огромными баннерами с рекламой, а также рекламная кампания стартовала на телевидении. Приходите к нам, у нас теперь быстро, технологично и без всяких очередей. В итоге фиаско. В немногочисленных открывшихся новых офисах, естественно с плохо обученным персоналом, немедленно выстроились очереди. Эффект получился строго обратный тому, что обещали. Проект в конце концов закрыли, а деньги и усилия были потрачены зря. В чем же здесь ошибка? Очень часто при разработке проектов составляются календарные планы, где каждый конкретный этап привязан к определенной дате. Но в реальной жизни уже с самого начала в календарные планы приходится вносить изменения. А когда сроки одного этапа сдвигаются, то нужно двигать плановые даты по другим мероприятиям и действиям. Только вот попробуйте их уследить, если их на самом деле сотни и исполняются они разными людьми и разными подразделениями. На самом деле календарный план является удобным средством иллюстрации отображения программы действий. Но, к сожалению, совсем не годится в качестве инструмента планирования. Для детальной проработки проекта лучше всего использовать сетевой график. По сути, это тоже перечисление отдельных шагов, действий и мероприятий. Но вот только привязаны они в первую очередь не к датам, а друг к другу, к причинно-следственным связям между отдельными элементами программы. Применимо к нашей истории, план в самом примитивном виде должен был звучать так. Запустить рекламную кампанию не позднее, чем через две недели после успешного открытия и тестирования 30-го офиса. Для этого начать подготовку к размещению рекламных материалов нужно после открытия 5-го офиса, например. И вот после этого глава рекламного департамента, вместо того, чтобы сверяться с календарем, следил бы за действиями своих коллег в других подразделениях. Согласитесь, звучит разумно, не так ли? Теперь вторая история. Решили как-то несколько приятелей бизнесменов построить завод в сопредельной дружественной республике. Проект довольно дорогой, масштабный, но на первый взгляд в принципе выглядел осуществимым. Прикинули бюджет, построили календарный план и вроде все должно получиться и через годика-два завод запустится. Но поскольку эти предприниматели были уже опытными людьми, внутренний голос им подсказывал, что не все здесь так гладко. План красивый, да и сроки разумные. А вот интуиция все-таки подсказывает, не ввязывайся. Решили на всякий случай посоветоваться и позвали умного консультанта. Тот первым делом порекомендовал им составить сетевой график. Сначала попробовали сделать на компьютере. Не получается, элементов слишком много, даже на самом большом мониторе все не помещается. А смотреть по частям неудобно. Решили раскатать на полу. Взяли огромные листы бумаги и стали на них расклеивать стикеры с описаниями различных шагов и элементов. Чтобы построить завод, нужны разрешения от экологов. Нужно оборудование закупить, доставить, смонтировать, подключить, то, сё и пятое-десятое. Появилось еще несколько бумажек с описанием шагов. И каждый шаг тоже имеет свою продолжительность. Что-то можно делать параллельно, а что-то друг на друге завязывается. Планировали весь день. Все новые и новые вот эти стикеры-бумажки приклеивали, перекладывали и искали, думали и решали, как упростить процесс. В итоге, к вечеру, когда весь пол покрылся кружевом взаимосвязанных шагов и мероприятий, стало ясно, что за два года завод не запустится. И за три года тоже. И даже за четыре. А вот за пять лет, вполне возможно, если вот тут, вот тут и еще вот тут, все пройдет гладко. А если нет, то вообще лет семь получается. Но семь лет и два года, это очень большая разница. И экономика проекта такой задержки уже не выдерживает. И проект из прибыльного превращается в практически убыточный. В итоге, получается, права была интуиция. Проект не взлетит. Пришлось отказаться. Тут на самом деле проявляется еще одно полезное свойство сетевых графиков. Когда концентрируешься не на отдельных элементах процесса, а на взаимосвязях друг с другом, то картинка в голове, да и на бумаге, становится гораздо более подробной. И самое главное, правдоподобной. А значит, риски ошибиться где-то в планировании становятся намного ниже. А ведь это очень важно в бизнесе. Снизить риски. Так что вот вам полезный совет на сегодня. Планируете какой-то проект, не поленитесь составить его сетевой график реализации. И чем сложнее проект, тем более подробным должен быть этот график. И вот только когда сделаете его, и убедитесь, что все это реалистично, только тогда и приступайте к его реализации. При таком планировании мы уверены, что у вас все получится. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Да, и пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно ответим. Увидимся.